Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задачу из учебника математика 6 класс, автора Мерзляк-Полонский Кер, под номером 381. С одного аэродрома в одном направлении с интервалом 0,4 часа вылетели два самолета. Первый самолет летел со скоростью 640 км в час, а второй 720 км в час. Через сколько часов после своего вылета второй самолет будет впереди первого на расстоянии 24 км? Итак, время, которое будет лететь второй самолет до тех пор, пока не будет расстояния между ним и первым самолетом 24 км, неизвестно. Обозначим это время за х часов. Итак, пусть второй самолет был в пути х часов. Тогда первый самолет, поскольку он вылетел раньше, то и с интервалом они вылетали 0,4 часа, то значит первый самолет в пути был на 0,4 часа больше, а это значит х плюс 0,4 часа. Заполним таблицу. Итак, второй самолет в пути был х часов, а первый х плюс 0,4 часа. Итак, теперь мы знаем время и скорость. Зная время и скорость, мы можем найти расстояние, которое пролетел каждый самолет. Тогда второй самолет пролетел. Как находится расстояние? Скорость умножаем на время. 720 умножить на х, это 720 х километров. А первый умножаем скорость 640 км в час на время в пути х плюс 0,4 часа. Так как, давайте мы сначала заполним табличку. 720 х километров пролетел второй и 640 умноженное на х плюс 0,4 километра пролетел первый самолет. Так как расстояние, или давайте напишем, так как второй самолет пролетел на 24 километра больше, Если второй самолет пролетел на 24 километра больше, то имеем уравнение. Итак, от того расстояния, которое пролетел второй самолет, 720 х, отнимаем то расстояние, которое пролетел первый самолет. 640 умноженное на х плюс 0,4 километра. И это расстояние у нас 24 километра. Применим с вами распределительное свойство умножения относительно сложения. Мы сначала 640 умножим на х, а потом 640 умножим на 0,4. И тогда мы получим с вами уравнение 720 х. Итак, мы сначала отнимем 640 умноженное на х, 640 х. А теперь отнимем 640 умноженное на 0,4. Умножим 640 на 0,4. Четырежды 4, 16. 6 пишем 1, запоминаем. 6 у 4, 24 и 1 запоминали 25. И сносим 0. И отделяем запятой 1 знак. Получаем 256. И равно это 24. Теперь применим следствие распределительного свойства умножения относительно вычитания 720х-640х, это будет 80х, и минус 256, и равно это 24. Итак, как найти уменьшаемое? Чтобы найти уменьшаемое, нужно к разности прибавить вычитаемое. Итак, чтобы найти 80х, нужно к разности к 24 прибавить вычитаемое 256. И тогда 80х равно... Если мы к 24 прибавим 256, мы получим 280. Ну и теперь, чтобы найти х, нам нужно 280 разделить на 80. Запишем это в виде дроби. 280 разделим на 80. Сократим нашу дробь. Числитель и знаменатель разделим на 8. Сделаем это отдельно. 280 можно представить как 240 плюс 40. 240 делим на 8. Получаем с вами 30. И осталось еще 40 разделить на 8. Это 5. И получим 35 десятых. А 35 десятых, запишем в виде десятичной дроби, это 3,5. Итак, у нас х равен 3,5 часа. Х это у нас было время в пути второго самолета. И получаем ответ. Через 3,5 часа второй самолет будет находиться на расстоянии 24 километра от первого самолета. Запишем ответ. Все, мы справились с вами с заданием. И узнали, что через 3,5 часа, после вылета, второй самолет будет впереди первого на расстоянии 24 километра. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения или замечания, то оставляйте их в комментариях к этому видео.